Мы рассказываем истории о бездомных животных и ищем для них хозяев среди наших зрителей. Помогают нам в этом люди самых разных профессий. Мы приехали на дачу к художнице Ирине Леонтович. Все ее питомцы были спасены с улицы. Две дворняшки Баффи и Буся и долматинец Норт. Как это было, сейчас узнаем. Начнем с Баффи. Баффи у нас действительно с улицы, но он был рожден на предприятии, скажем так, у собачки, которая просто охраняла предприятие. Ну и принесла щенков. Вот он к нам попал, мы думали, что мы его пристроим. Но он покорил наше сердце, потому что иногда, мне кажется, что он человек в собачьем обличии. Хотя у меня была до этого собака, мы взяли вторую собаку, и он у нас прижился. Уже пожилой был долматинец, и появился щенок. И тот просто, я считаю, что он продлил ему жизнь. Буквально через полгода, как от нас ушел наш первый долматинец, мне позвонили и сказали, что попал в беду тот же долматинчик. Ему 6 месяцев его сдали усыпить. Собака сложная. Ну, во-первых, долматинцы – непростая порода такая. Плюс у него был лишай, он все ломал, все грыз. То есть меня предупредили, что собака непростая, но мы пошли на это и взяли еще долматинчика. Они поладили. Ну, этот по старшинству, тот как бы принял его старшинство. Так у меня стало две собаки. А в этом году так получилось, что на наши дачные участки попали щенки. Как-то их разобрали, каких-то забрали. А вот одна осталась девочка, она долго здесь бегала одна. И как-то тоже мы ее думали пристроить. Но так она у нас осела, покорила сердце. И осела у нас. Все сложилось как можно лучше и для нее, и, наверное, для нас. Потому что все равно это большое счастье. Наверное, вот именно собаки, ну и коты тоже, я вообще всех животных люблю. Но вот собаки, они дают такую какую-то энергетику положительную. Я ни разу не пожалела о том, что у меня две собаки, три собаки. Все эти заботы – это все ерунда в сравнении с той энергетикой, которую они дали, с той любовью. Люди так любить не умеют. Сейчас будет сюжет, где собачка со сложной судьбой будет искать себе дом. Возьмите собачку к себе домой, и вы получите огромный кусок счастья в своей жизни. А от передачи получите вот такой брелок на память. Это Ади, немецкий боксер. Вот уже очень долгое время парень не может найти себе дом. Вы спросите, что с ним не так? Кажется, породистая собака бесплатно, очередь должна стоять. Но, к сожалению, так бывает. Катастрофически не везет собаке. Не те люди встречаются на его пути. Сейчас Аде пять лет. Это имя он получил от своих хозяев. Они взяли его щенком бесплатно. По объявлению отдадим в добрые руки. Первые годы были самыми счастливыми. До тех пор, пока в семье что-то пошло не так. Аде начали отпускать на самовыгул. Он бродяжничал. Пес чувствовал, что стал обузой, и от этого еще больше тянулся к людям. Но напрасно. Чтобы не мозолил глаза, собаку завезли на дачу и бросили. Побитый жизнью пес оказался никому не нужен. Очередной виток судьбы его забрасывает в Минск на базу промышленного предприятия. Улица, грязь, строительная техника. В таких условиях выжить бывшей домашней собаке почти невозможно. Сегодня ему очень нужна наша с вами помощь. Аде добродушный пес. Ладит с детьми, ничего не портит в доме, знает поводок, прекрасно ездит в машине. Уже привит и кастрирован. Пристраивается исключительно в квартиру или дом. Да, и самое важное. У Аде, как у любого боксера, выраженная мимика. По нему всегда видно, грустит он или веселится. И его хозяин никогда рядом с ним не заскучает. Редактор субтитров А.Семкин